Защитники животного мира крайне возмущены поступком алматинцев, которые подрезали крылья черному лебедю и наслаждаются экзотической птицей в своем дворе. Кадры из уродованного пернатого наделали в соцсетях столько шума, что судьбой питомца заинтересовались и ветврачи зоопарка, и даже полицейские. Все они немедленно кинулись спасать черного лебедя. Уже второй год во дворе этого алматинского элитного жилого комплекса обитает черный лебедь. Чтобы экзотическая птица не покинула бассейн, ей подрезали крылья. И, судя по всему, никого из жильцов этих домов не беспокоила судьба лебедя, пока кто-то не выложил в сеть возмутительные снимки. Но каково же было удивление, когда инспекторы лесного хозяйства и животного мира узнали, что здесь плавали два черных лебедя, один уже погиб. Состояние второго тоже вызывает опасения ветврачей. При общении с председателем КСК они предоставили копии документов, то есть разрешение госбиоконтроля Узбекистана на экспорт этой птицы в количестве двух штук. И здесь уже по месту акт приема-передачи и договор дарения. Данный вид птиц не входит в приложение СИТЭС. Это специальное разрешение, которое выдает комитет лесного хозяйства и животного мира. На самом деле такие черные лебеди обитают только в Австралии и Новой Зеландии. И вряд ли они могут чувствовать себя комфортно в алматинском климате. Однако жители города, подрезавшие крылья пернатым, видимо, убеждены в обратном. Но все же нашлись и те, кто посчитал, что птицу немедленно следует спасать. Неравнодушные горожане сочли это живодерством. Теперь дальнейшую судьбу птицы решат в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Пока же дикого питомца осмотрели эксперты и пришли к неутешительным заключениям. Чисто по визуальному осмотру можно сказать, что птице немножко... Все-таки неправильно была подрезка крыльев, ведь чисто визуально. Потому что, допустим, в зоопарке подрезка идет немножко другим образом. И плюс сама птица выглядит немножко... Чисто визуально не так, как, допустим, зоопарковские птицы. Поэтому, скорее всего, складывалось то, что, может быть, рацион питания был неправильно скорректирован. И плюс еще какие-то чисто витаминные добавки не были добавлены. Пока эксперты разбираются, что делать с дикой птицей, черный лебедь остается жить в импровизированном пруду во дворе элитных многоэтажек. Но не исключено, что в скором времени редкую птицу передадут орнитологам или в зоопарк.